Когда генетику у человека можно изменить, и силовое военное оружие. Но когда оружие применяете, это самый слабый приоритет. Вы в человека выстрелили, но вы повредили только его. А вот генное оружие, это прежде всего и питание особое, это алкоголь, табак, оно поражает будущее поколение. То есть оно стреляет не только в конкретного человека, но в его детей, в его внуков. Если, к примеру, девочка курит, то у нее уже никогда не будет того ребенка, который бы появился, если бы она не курила. Природа как устроена? Если вот ребеночек развивается, да, в утробе мамы, а мама курит, на уровне природных инстинктов подается сигнал, что, значит, мама живет в газовой камере. Какой смысл тогда в продолжении рода? И у ребеночка появляются уже те или иные отклонения в воспроизводстве, в воспроизводственных функциях. Поэтому это самое опасное оружие, которое поражает будущие поколения и наносит урон и удар мощнейший именно по будущему нашей государственности. Поэтому вот пятый и шестой приоритеты, давайте их развернем на следующем слайде. И чтобы вы понимали, ребята, почему я вам говорю, что люди нашего окружения в принципе никогда не прикоснутся к алкоголю. Потому что мы расцениваем алкоголь как генное оружие, на котором больше всего зарабатывают. То я вам приведу такой пример. Еще в наши времена, я помню, в советские, как говорят, водка, которая наливалась в бутылку и стоила тогда 4,12, когда колбаса стоила 2,20. Стоимость этой водки реальная, а себестоимость была равна себестоимости пробки, которой эта бутылка закрутилась. То есть это самый такой серьезный бизнес. Так вот, если говорить о силовом приоритете, там есть разные уровни. Пистолет, винтовка, автомат, пушка, там ракета – точно так же генетический приоритет. То, что работает на уничтожение генетики – шампанское, табак, пиво, водка, марихуана, героин. Для меня и моих сторонников между героином и шампанским абсолютно никакой разницы нет. Шампанское более опасно, потому что через шампанское в эту линеечку встраивают детей, женщин, девочек. Ну, подумаешь, шампанское там, подумаешь, церковное вино. Поэтому вот это очень опасно. Здесь не бывает двух ситуаций, что вот пить надо только там сухое, только белое, только красное. Или человек понимает, что алкоголь – это генное оружие, или не понимает. Вот всего есть два состояния. Если он не понимает, если он умеренно и культурно пьет, то он провоцирует своих потомков на неразвлечение алкоголя как генного оружия. Потому что вы можете что угодно рассказывать. Но если вы видите, что в Новый год папа с мамой там по стаканчику венца, а вечером папа рюмочку в водочке, то не работают никакие слова. А вот вы можете поменять своих родителей. И сказать, что папа, мама, а у вас вот это-то чё? Боженька, зачем вам дал вот это всё? Ну, наверное, для того, чтобы вы понимали, что себя-то уничтожать ни к чему. Зачем же алкоголем и табаком подрубать своё собственное здоровье? Ну, я понимаю, там человек закурил, ему за это 100 рублей дали. Выпил рюмку водки, ему за это 300 рублей дали. Ну, если он выпил водки и ещё сам и заплатил, ну, извините, я это никогда не пойму. Вот в моей логике это просто не укладывается. Я повторяюсь часто, ну, просто как-то, чтобы не придумывать какие-то свежие примеры. Это, знаете, когда тараканов травят дихлофосом, они-то хотя бы не скидываются, правильно, этот дихлофос? Кто травит, тот, это его проблема, он сам покупает. А люди способны, вот их травят, потому что это реальное генное оружие. Оно уничтожает и вас, и ваше потомство. И когда вас травят, тем, кто вас травит, вы платите деньги. Ведь вот мы часто привыкли с вас, вот там президент, вот правительство. А как разорить вот этих наркобаронов? Это очень просто. Перестать употреблять алкоголь. Всё, и мы с вами разорим наркобаронов. Перестать курить. Вот представьте нашу страну, она перестала курить. Всё, табачные фабрики закроются. Они же живут на нашем вот этом непонимании того, что идёт зарабатывание их средств на нашем здоровье. Поэтому вот такие элементарные вещи. Мне очень хотелось, чтобы вы в этом возрасте, если вы поймёте, вам это на всю жизнь хватит, вы пожнёте принципиально иную судьбу. Ну вот я вам как пример, как работает матрица. Посмотрите, вот вы думаете, что никто вами не управляет. Я даже с одним умным человеком говорю, он говорит, ну что вы, курить, кто меня заставлял? Да никто, это чисто моё решение. Ну посмотрите, этиловый спирт. Этиловый спирт, ликовоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Это ГОСТ, определение спирта в 1972 году. Теперь дальше читаем. А дальше уже в 93-м относится к сильнодействующим, значит, этиловый спирт, ликовоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом. Точка. Вы думаете, это случайно, что ли, вот так кто-то забыл там что-то прописать? Да нет, это инструмент управления. И тогда вдруг спирт оказался вообще просто бесцветной жидкостью с характерным запахом. Ну, пожалуйста, дальше. Вот. Вот я вам уже говорил о головном мозге. Вы должны понимать, что такое головной мозг. И тогда вы задумаетесь, стоит ли уничтожать вот такую божественную систему. 160 километров кровеносных сосудов у нас в системе головного мозга. Вдумайтесь, 160 километров. 60 миллиардов нейронов. Каждый нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч синапсов. Это связи между нейронами. Представьте такую систему. Средний диаметр эритроцита – это красные кровяные клетки, которые переносят кислород. 7-8 микрон. А наименьший диаметр капилляра в 50 раз тоньше человеческого волоса. Равен 8 микрон. Посмотрите, капилляры, по которым текут эритроциты, они по диаметру равны эритроцитам. Эритроцит просто вытягивается, меняет форму и затекает туда. А за счет чего мозг существует? А за счет того, что эритроцитик попал в мозг, отдал кислород, который он впитал в легких, вобрал в себя углекислый газ и принес его назад, и мы выдохнули. Потому что жизнь – это кислородный обмен, жизнь человека. Как только вы перекрыли поступление кислорода через этот сосудик, так что? Так будет гибель отдельных микроучастков головного мозга. Так вот, как только алкоголь попадает в кровь… Вот, кстати, кто-то из вас, ребята, знает физиологию опьянения. Вот человек выпил, там, помните, чижик-пыжик где-то был, на фонтанке водку пил, выпил, рюмку выпил, две – зашумело в голове. У меня была такая программа «Что шумело в голове у чижика-пыжика?» Вот кто-то из вас знает вообще физиологию? Зашумело в голове, кто-то вам рассказывал про, значит, родителей или учителя? Что происходит в действительности в голове, когда вот человек опьянел? Знаете ли? По действиям алкоголя оболочка электроцесса срушается, они начинают склеиваться, закупориваются сосуды. Ну вот, очень приятно. А еще, ребята, ну поднимите руки, кто знает вообще, что происходит при потреблении алкоголя. Ну, мы сперим, да? Ну, у нас правый край немножко посильнее, вот, и по Пушкину, и по алкоголю, по пониманию. Но, действительно, вот это то, с чего нужно начинать вообще процесс образования и с чего нужно начинать становление человека. Потому что мы изучаем все, кроме самих себя. А нужно понимать, прежде всего, себя самих. Вот в чем вопрос-то. Так вот, действительно, очень правильно сказали, что когда попадает в кровь алкоголь, он обезжиривает эритроциты. А эритроциты имеют маленький такой отрицательный зарядик. Вам, может быть, показывали, как ибонитую палочку натирают, да? И потом лепесточки разносятся, одинаково заряженные частички отталкиваются. Так вот, эритроцитики, они несут отрицательный зарядик и отталкиваются друг от дружки, текут поштучно. Но как только алкоголь попал, это реальная фотография. Они слипаются и образуется эффект виноградной грозди. То есть эритроциты текут не поштучно, а в виде таких комков сросшихся, больших. Вот так это выглядит реальная фотография. Ну, пожалуйста, дальше посмотрим. И что происходит дальше? Вот эта виноградная грозь течет вот снизу вверх, а потом попадает, а там сосудики уже раздваются, они становятся тоньше. И здесь образуется тромб. Тромб перекрыл кроветок. Тогда вот это, говорят, что выпил сосуды расширяющие. Ну, это как вот тромб образовался, а сердце-то качает, и в этом месте сосудик, видите, раздулся. А потом лопается. Откуда, вы думаете, инсульты? Инсульты только от алкоголя. За счет того, что сосудики раздуваются. А дальше что? А дальше кровь перестала поступать вот туда вверх. И в один сосудик, и в другой. А что значит, потому что не пройти просто, образовался тромб. А что значит не поступает кровь? А это значит, что через 3-4 минуты вот те маленькие микроучастки головного мозга, которые были там наверху, они физиологически погибают. То есть в мозгу образуется мертвая ткань. И вот когда в мозгу образуется мертвая ткань, это и ощущается, как зашумело в голове. Зашумело в голове – это гибель отдельных микроучастков головного мозга. А потом похмелье – это что такое, когда погибшие клетчики отрываются от живой ткани? Это синдром похмелья, голова болит с похмелья. А потом, дело в том, что потом вот эти погибшие нейроны, мертвые нейроны, образовавшие в головном мозге, человек с похмелья пьет избыточное количество жидкости, они вымываются из мозга и в конечном счете с мочой выводят снаружи. Ну и не любят очень непьющих. Вы вот должны понимать, что, к сожалению, вот эта матрица работает так, что, а, не пьет, значит, больной или предатель. Там с бани кольсоны продай, но выпей, так сказать. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина. И тогда в песне все поощряется пьянство. И вот Губерман даже такие стихи написал. Ух, я боюсь людей непьющих, они опасные приятели. Они потом в небесных кущах над нами будут надзиратели. Мы говорим, не, ребята, нет хуже работы, чем пасти дураков. Вот уж не рассчитывайте на то, что кто-то там надзирать будет за вами. Это вы сами будете перед Богом отвечать за то, что вы за время жизни не разобрались в том, как вас используют для зарабатывания на вас и для опускания генетики. Потому что наша страна – это самая мощная на земном шаре генетика. Ну и, конечно, о пиве тоже вы должны знать. Потому что, на мой взгляд, Онищенко очень правильно сказал – не спит, не туберкулез погубит Россию, а пивной алкоголизм среди юного поколения. Я не знаю более опасного напитка, чем пива. Почему об этом не говорят? Да потому что это колоссальный бизнес. Это колоссальные деньги. Объёмы просто сумасшедшие. Это деньги. И я хотел, ребята, чтобы вы поняли самое главное. Что же такое вот гордое имя «человек» – «человек» с большой буквы? Дело в том, что человеком не рождаются. Вот это мне хотелось, чтобы вы это поняли на всю жизнь. Вот любое животное, когда оно появилось на свет, то оно уже запрограммировано, что собачка будет собакой, лев будет львом. Но когда появился на свет Божий человек, то это только образ. А вот какое существо появится, определяется вот так называемой матрицей, в которую его помещают. Вы, наверное, прекрасно слышали о Маугле, да, там, так сказать, и знаете прекрасно, что если, допустим, ну, представьте себе, что маленьких детишек разместили на острове, где живут только обезьяны. Они их там пригрели, кормят. Вы знаете, животные так делают часто. И вы думаете, что если вы приедете через 10 лет на этот остров, кого вы там увидите, как вы думаете? Ну, да, то есть не может человек состояться человеком в отсутствии вот окружающей среды, которая делает его человеком. Поэтому даже в Библии там, я вам напомню, сказано так, «И сказал Бог, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему». А дальше идёт такая особенность. «И создал Бог человека по образу своему, образу Божию». Что ж, он забыл про подобие? Да нет, не забыл. Подобие Бог не дарует нам. Подобие можно только или получить, или не получить за время жизни. Попал в стаю обезьян, к сожалению, стал обезьяной. Попал в стаю курящих, стал курящим. Это не потому, что вы от рождения, вот как бы у вас стремление к курению, к вину, там ещё чего. Это потому что матрица, понимаете? И вот эти матрицы запускаются, к сожалению, не во имя людей, а во имя транснациональных корпораций, которые хотят превратить вас в планктон, на котором можно просто деньги зарабатывать. Поэтому я никогда не говорю вот на встречах о том, что пить вредно, курить вредно, это само собой разумеющееся, тут не надо ничего доказывать. Тем более, что вот в вашем возрасте какие-то проблемы здоровья, такое-такое-далёкое будущее, никто об этом не думает. Вы просто должны понять одно – важно состояться человеком. А Бог нам разум дал, да? Мы можем отличить добро от зла, поэтому жить по-человечески значит прежде всего не вредить себе. Если вы причиняете вред себе, то это жизнь не по-божески, это жизнь не по-человечески. Бог разумом вас наделил. Но понятно, что алкоголь, табак – это же уничтожение своего собственного тела, храма для души. Жить по-человечески значит не причинять вреда окружающим людям, не причинять вреда мирозданию. И вот очень хотелось бы, ребята, чтобы вы понимали, как устроены наши связи с внешним миром. Вот у нас есть внешний мир, нас окружающий, есть мы сами. И мы выходим на этот мир на каких-то частотах, по каким-то каналам. Так вот, на каком канале мы вышли, вышли по каналу добра к миру, тогда нам по этому же каналу мира отвечает в среднестатистике. Бывают, конечно, какие-то исключения. Но если вы несете зло, то вы рано или поздно это зло получите по этому же каналу от внешнего мира. А если вы несете добро, то у вас потихонечку как-то все будет складываться. Вы хотел бы вам в связи с этим посоветовать очень внимательно относиться к случайностям. Потому что как-то вот Анатоль Франц очень точно сказал, случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Очень внимательно прислушивайтесь к случайностям. Случайно что-то произошло плохое, значит, Бог вас щелкнул по носу. Что-то ты неправильно сделал, не по-божески. То есть вот так надо воспринимать случайности. Если всё идёт хорошо, значит, вы в русле Божьего промысла, значит, Бог вам помогает. У вас случайно тут же встретится нужный человек, случайно кто-то что-то подскажет. У вас всё будет складываться. И если вы думаете, что Анатоль Франц одинок, то это не так. Наш университет вот расположен в Царском селе, в Пушкине. И все наши здания вокруг Пушкинского лицея. Так Пушкин об этом же говорит, послушайте, как ум человеческий, по простонародному выражению, не вещун, а угадчик. Ну, пропущу несколько строк. Но не дано ему предугадать случая мощного мгновенного орудия проведения. Вот если человек живёт не по-божески, то рано или поздно вмешивается какой-то случай, и у него вроде всё шло хорошо, а потом раз, и вдруг всё плохо. Он думает случайно. Да нет, не случайно. Он исчерпал попущение божеское. Субтитры создавал DimaTorzok